Салоны красоты и парикмахерские откроют на втором этапе, но в пилотном режиме по согласованию с Роспотребнадзором всем этим заведениям можно работать и на первом этапе с применением видеоаналитики. Тем, кто станет участником такого эксперимента, до 25 мая регион выделит субсидии в пределах 8 тысяч рублей на камеру. Обязательная установка системы видеонаблюдения в организациях индустрии красоты вызвала неоднозначную реакцию со стороны владельцев бизнеса и их клиентов. Наш опрос в социальных сетях показал, что 64% саровчан категорически против нововведений, 15% наоборот относятся положительно к установке видеокамер, 13% оказались равнодушны к тому, будет вестись запись или нет, 8% наводят красоту дома. Против системы видеоаналитики в первую очередь выступают представители индустрии красоты. С наклейками на машины, плакатами и флагами они собрались на автопробег «Нет камера». В таком формате участники выразили несогласие с требованиями установки видеоаналитики для возобновления работы непродовольственных магазинов, салонов и студий красоты. Протестующие проехались по городу, привлекая внимание саровчан звуковыми сигналами и атрибутикой. Мы против камер! Автопробегом мы хотели донести до нашего губернатора, что мы не можем поставить камеры видеонаблюдения в бьюти индустрии красоты, потому что это очень сильно бьет по нашему кошельку. Также мы не хотим, чтобы за нашими клиентами следили нарушение их личного пространства. И если будет видеонаблюдение, то мы будем вынуждены поднять цену на некоторые процедуры. Но мы не можем этого сделать, потому что к нам люди тогда не пойдут. Мы потеряем работу. Для нас, как и для торговли, это затратно очень. Это не только камеры, это еще другие требования к нам выдвигают. Откуда брать деньги? Два месяца мы без работы платим аренду. Свою точку зрения представители бьюти индустрии озвучили на встрече с главой администрации. Со своей стороны муниципалитет объяснил им, как именно должны быть установлены камеры, на какую субсидию из областного бюджета могут претендовать салоны, и есть ли другой выход из сложившейся ситуации. На первом этапе снятия ограничительных мер без видеонаблюдения открыться салоны красоты не могут. Это жесткое требование Федерального Роспотребнадзора. В Нижегородской области больных COVID-19 достаточно много по количеству зараженных регион среди лидеров. В Сарове ситуация стабилизировалась. За сутки новых зараженных не выявлено. Но вблизи города на карантине находится несколько населенных пунктов. В Сарове мы выглядим очень хорошо. Но то, что за границами Сарова, и то, что у нас сегодня часть людей работает в карантинной зоне, мы реально имеем угрозу завода. При этом каких-то сверх затрат от предпринимателей установка видеоаналитики не потребует. По новому механизму субсидирования компании могут получить полную компенсацию расходов. Если салон подал заявление о согласии работать в пилотном режиме до 27 мая, компенсация составит 100% от суммы понесенных затрат. Но не более 8 тысяч рублей за одну камеру. По предварительным подсчетам этого должно хватить. Нужно три камеры на одно учреждение. Это предварительно, то, что мне известно. То есть это зона ресепшена, это вход и это зона обслуживания. Значит, по поводу технических требований, достаточно камер, но там не самых дешевых, но и не самых дорогих, практически самых. Получив компенсацию по окончанию эпидемии и снятию карантинных мер, камеры предприниматели смогут доставить себе. Их достаточно просто настроить, чтобы они отображали вам данные с ваших салонов на ваш мобильный телефон, и вы практически бесплатно в итоге вот этого пилота получите систему видеонаблюдения к себе. Со своей стороны предприниматели задаются вопросом, как камеры могут защитить от заражения коронавирусом. Гораздо важнее с точки зрения владельцев салонов направить деньги на средства индивидуальной защиты и другие меры. Мы готовы проходить каждые две недели контроль на COVID-19, и пускать всех своих сотрудников на это тестирование. Вот это правильно. Чтобы было тестирование COVID-19, а не установка камер. Также невозможно соблюдение социальной дистанции между парикмахером или мастером маникюра и клиентом. Физически нельзя постричь человека на расстоянии полутора метров. А камеры в том числе будут контролировать и эту дистанцию. К тому же, по словам представителей бьюти-индустрии, против камеры выступают и их клиенты. Аргумент в том, что не будет защиты. То есть, он говорит, куда-то наша информация пойдет. Все равно будут сливать. Говорит, а представляете, просто сломали, сделали фейковое видео и отправили. А мы живем в маленьком городе. Вот меня, например, постригло, я там как-то неудачно сидела. Да меня на завтра же пальцем будут показывать. И по-прежнему вызывает вопрос, как обеспечить видеонаблюдение во время процедур эпиляции. Пока четкого ответа нет. На втором этапе салоны красоты смогут открыться свободно. Поэтому для тех, кто не согласен на установку камер, есть вариант подождать две или три недели. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.